Вопрос по организации раздельного сбора мусора встал перед городом еще в 2019 году, но тогда никто не был готов к подобным нововведениям. Сейчас городская администрация снова информирует жителей многоквартирных домов о возможности организовать в своем дворе раздельный сбор бытовых отходов. Решение об этом должны принять собственники квартир на общедомовом собрании. Самый главный вопрос основной – это решение общего собрания. То есть, если люди изъявляют желание перехода на раздельный сбор, они должны заявить управляющей организации своей инициативой и совместно с управляющей организацией произвести расчет предварительной платы. Если жильцы решат вопрос в пользу раздельного сбора, то один из мусорных баков поменяют на контейнер для перерабатываемых отходов – стекла, металла, макулатуры, пластика. Что касается оплаты, то ее установят по факту. То есть, сумма будет зависеть от количества вторичного мусора, который будут вывозить не реже одного раза в неделю. Соответственно, периодичность вывоза контейнера уменьшается, потому что люди платить будут по факту. И тариф почти на треть снижен на тот контейнер, который для раздельного сбора. Соответственно, если все просчитать, то плата, соответственно, тоже должна быть снижена. На общественных территориях, парках, скверах и улицах администрация планирует к концу года поставить и урны с раздельным сбором отходов. Сейчас для этого уже готовят нормативную базу и ведут переговоры с региональным оператором. В связи с мусорной реформой администрация еще раз напоминает жителям города, что запрещено складировать отходы в местах, для этого не предназначенных. За это предусмотрена административная ответственность. Также просят быть внимательными владельцев автомобилей. Машина около площадок с контейнерами блокирует подъезд мусоровоза к бакам. КамАЗ не может проехать. Водитель, соответственно, тоже не хочет задеть эти транспортные средства, потом нести ответственность за это. Он, соответственно, мусор не забирает. И получается ситуация, когда у нас просто внутри кварталов происходят навалы мусоров. Вывоз стоит, хотя вывод должен быть ежедневный. Мусор накапливается, жители начинают жаловаться все. И за это автовладельцам тоже могут грозить штрафы и административная ответственность. Управляющие компании оказывают жителям консультации по проведению собраний по вопросам раздельного сбора мусора. Телефон для клиентов МУП Центр ЖКХ – 991-70. Для клиентов уютного города – 911-11. После положительного решения жителей новые баки должны установить в течение 10-20 дней. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.